приветствую вас любви и свете единого творца сейчас мы с протеереем андреем ткачевым поборемся против религиозных заблуждений значит он дает пас я значит принимаю и идем вперед значит вот он пишет не правда ли человеку легко согласиться с любым упреком свой адрес не правда андрей конечно не правда вот я тебя упрекает ты разве согласен с моим упреком нет ты скрываешься убегаешь от меня не при и принимаешь предложение поговорить неправда так что с первой строки совравшие например что ты беден старый некрасив ну тебе сказать что некрасив что толстый ты согласишься да вряд ли но тяжелее все признать например что ты не мудр а глупый дурак ну тем более андрей ты дурак нет я умный меня на передачу показ это ужасно обидно потому что человек всем совсем может согласиться даже со слезами на глазах но только не с тем что он глуп своем уме уверен если не каждый житель земли то наверное очень большое количество вот я согласен до дебилов большинство но они все думают что они умные и когда им говорят что-то отлично от их 90 процентного как бы мнение 90 процентов мнение жителей земли она такой вот не умный по тебе каченко плачет да тебе пара там к специалистам до тебя надо куда-то закрыть раньше таких сжигали вот так вот значит вы реагируете умники да то есть да большинство да так и думают что они умные вообще человек очень ценит мудрость как таковую чем он только ценит мудрость если он не значит только мудрость и глуп как он может и ценить вот про посылать не будут это все бла-бла и просто меня есть второй сюжет мы это просто как для затравки но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость то не хвалитесь и не не лгите на истину это не есть мудрость нисходящая свыше но земная душевная бесовская заметьте что этот апостол говорит про сердце древние люди считали что вместилищем памяти интеллектуальных способностей всякого знания тем более при мудрости являются является не мозги а сердце ну а зачем ты нам читаешь глупость вот ты говоришь давайте про мудрость про ум и читаешь глупость которая была в древности принята как мудрость ты хочешь научить нас мудрости или глупости апостол апостол ну наверное не может ошибаться по этой логике без и конечно мудры в своем роде то есть бесов которых нет но он видимо с ними общается и он знает что они мудры мудры изобретательные на всякие козни мудры похохотать над чужой бедой человек тоже может быть мудрым как без но это не мудрость первичными священно возвышенно понимание но в каком понимании что в сердце вот это вот что-то было написано что в сердце мудрость какая-то но этот как у нас были голоса голосуй сердцем за ельцином голосовали вот сердце что там нет ума нравится не нравится так вот значит то в котором существует зависть между бедным и богатым между очень богатым басов ну чем-то все деньги для не очень важная тема если кто-то зависит завидует тому кто сидит выше это беда но так эти все и богатые база словно богатых ходят к вам в церкву чего их не перед перевоспитаете вы же как бы от бога они от денег да они к вам приходят а вы что делаете на исповеди с ними карман пошире раскрываете зависть это мотор миллионов беззаконий ради зависти предали христа ну вот это все это было было ни о чем просто поменьше завидуйте казьма прудков сказал зри в корень ну вот я зрю в корень и вижу корень всего того что происходит в мире и в обществе но ты почему-то туда не зришь а андрюш почему смертным мог бы завидовать бессмертному но где они бессмертны но вот у меня вчера не спросил ты хочешь быть бессмертную нет чему там забит завидовать бессмертным которые в одном и том же теле будет всегда жить меня нет вариантов нет оригинальность нет новых сюжетов новых встреч новых там планет в чем прикол быть бессмертным вообще нет прикол но это человек по мере своего ума до говорит что вот смерть может завидовать бессмертно их нет соответственно надо завидовать видимо чему-то другому тогда смертная завидует смертному это глупость хотим мы быть мудрыми хотим можно не хотеть а быть мудрым до хотеть мудрый быть глупцом да вы глупые хотите быть мудрыми да но есть люди которые уже мудрые разница есть хочется чтобы мудрости было в людях побольше ну да хочется а вот свойство мудрости сходящий свыше двоеточие во-первых чисто потом мирно потом а скромно послушно полна милосердия доб и добрых плодов беспристрастно и нелицемерно так ну а как это к религии относится религия лицемерно пристрастно не милосердно ну вот насчет послушно да рабы божьи даже должны быть послушным опять же это не так правильно по поводу скромности но про золотые одежды с это скромность или про золотые эти околады икон где вот скромностью в церкви ну короче вообще ничего не бьется это конец 3 главы апостола якова очень хочется чтобы мы были мудрыми в том смысле чтобы мы знали куда идти а куда не идти кому давать взаймы а кому не давать вообще-то в таре написано что своим в рост не давайте своими иудеям другим давайте что все написано и все это есть и составляющей житейской мудрости которые ведут прямым путем настоящую реальность из мнимости в настоящую реальность то есть вот этот христос воскрес воистину воскрес это реальность это не мнимость и будьте мудрыми будьте мудрыми и переходим к второму сюжету что касается бхагавадгиты это одна из одна глава упанишад и священных этих индуистских книг если я не ошибаюсь я не готовился к этому перед эфиром ничего не повторял не обновлял в памяти я помню это наш некий арджуна перед битвой там с ими врагами там на поле битвы ему там видение значит такое в котором там записывает как бхагавадгит божественная песня гита это песня бхагавадгит это божественная песня в которой сообщается целый ряд там каких-то таких доктринальных вещей о перерождении человека там эра инкарнации там о чем-то еще чем-то еще о нравственном законе ну вот он не читал как бы я не читал но 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 осуждают да советское время то какие-то книги обсуждали я не читал но товарищи поддерживает он ничего не понял что там написано часть чего это бхагавадгита но как бы молотит как вы он же должен ответить он же авторитетный он любую тему может поднять соответственно вот значит лепят что какие-то у него были сны что арджуна против врагов выступал но андрей но но полистает же такая книга без которой наверное цивилизация не полная считается не может считаться полный там родственники были и он думал надо ли воевать с родственниками и может быть отказаться от притязаний на царство война была за царство уйти вот как бы быть смиренным вот примерно в сторону как бы христа сознания не убивать и дяди племянников и так далее родню вот чем было дело а кришна тот же господь яхва да если так вот переводить из христианства сюда могут ты должен ты должен ты должен ты убей ты потому что по своим обязанностью по своей касте ты должен победить и захватить это царство арджуна-то ну типа христа ведь нет я не могу вот но ты не разобрался и лепишь какую-то вот эту от себя тина ладно слушаем дальше вот и все это связано с именно с кришной там одним из богов в индийском пантеоне которых там очень много одним из неглавных сати богу но вообще-то один из главных если так вот разобраться один из главных ну для тебя то это все язычество да это все фигня для меня тоже фигня и и твои боги и и индуистские тоже но надо немного разбираться в предмете для чтобы критиковать на ты же не разобрался нужно сказать что бхагавадгита в нынешнем видео какой какой мою как он ее проповедует последователи сознания кришны с вами бархупада такой он кажется покойно ждана это учение он говорит не готовился но собрал собрал он подготовился но единственно что не прочитал книгу но прочитать да сложно а так он подготовился сейчас скажет про фиолетового бога не готовился врун специально причёсанная под христианские мозги то есть эта часть индуистского культа была вычленена из индуистского культа и причёсана совершенно христианский вид как был в матрицу христианскую втиснуто для того чтобы те люди которые стремятся в духовной жизни получив эту бхагавадгиту впитали ее в себя с легкостью ибо у них христианское подсознание там говорится об умной молитве о непрестанном призывании имени этого самого бога только вместо шумины призывать непрестанно имя иисуса христа а кришны должен призвать имя своего фиолетового бога там есть понятие там ну просто он критикует конкурентов кришна это свое время оттяпали большой кусок верующих соответственно вот он говорит что не смотрите в ту сторону потому что там и молитвы другие там боги другие вот наша русская скобках иудейская вот это она самое настоящее просто как бы позорит конкурентов ничего больше покаяние смирение не причинение зла там есть какие-то хорошие вещи такие чисто формально которые все в сумме составляют некую теологическую систему очень похожи на христианство монашеского образца то полумонашеское христианство нет тут не в том андрея тебя сейчас поясню тоже не понимаешь значит любая религия это иерархия наверху стоит бог его можно называть кришной аллахом яхвой вы иногда говорить что христос там наверху но это это вранье это самое большое вранье человечество что христос там где-то наверху ему господь господь у вас яхва он жала так вот дальше этому богу в кавычках да нужна энергия людей ваши беспрестанные беспристанные молитвы мусульман пять раз в день обязательно и так далее нужны для того чтобы подпитывать эту сущность на своей энергией религиозные войны всякие жертвоприношения это все нужно для того чтобы это это существо этот бог так называемый который ничего не создавал ничего 0 0 вот чтобы он существовал поэтому кришнаиты как зомби поют этот хари кришна рама кришна да вы поете свои там салмы там молитвы занудные до мусульмане пять раз в день этом лбом стучатся да а землю иудеи тоже постоянно молятся молятся да ну такие ротодоксальный вы кормите вы дойные коровы своего хозяина поэтому в религии в принципе похоже между собой есть что-то куда надо молиться отправлять просить клянчить и так далее но обратная связь то есть нет ничего ничего оттуда вам не приходит а если что-то случается это не господь вам делает но это другая тема слушаем дальше только с полной заменой сущности то есть как бы там начинка полностью вытащена и вместо имени сладчайшего иисус христос выше которого нет ничего под ним туда втиснута в эту христианскую матрицу сердцевина вот это кришнаицкая индуистская то есть я же смею полагать что это как как и современные него конструкт язычества возрождающегося допустим него язычество это выдуманный конструкт направлен это это именно из головы вышедший из головы политтехнолог то есть кришнаицы это из головы выдуманные а христианство или иудаизм точнее да это не из головы выдуманы ну ты андрей даешь ну сами эти талмудисты говорят иудеи ваши как бы высшие учителя говорят что тора это выдуманная книга а вот талмуд это то что нужно да это вот мы тоже знаем ну кто знает кто не знает тора выдуманная тора это ветхий завет основа твоей невыдуманной библии все это выдуман это люди придумали придумали которые где-то что-то в какие-то видениях слышали какие-то голоса им показалось что значит они общаются какими-то богами все это выдумки при этом есть творец реальный творец но он выше всех вот этих вот разборок поклонений и так далее религий религиоведов специально придуманное духовное оружие для размывания и уничтожения христианского подсознания уже не сознание даже христианского подсознания христианской генетики которые у нас есть наша зафиксировалась на уровне условных и безусловных рефлексов мы реагируем на колокольный звон на имя господа на образ господа на и на имя иисус на имя мария нужно это все заменить чтобы мы реагируем на другие имена а сохранить только формальность пост молитва коленопреклонения призывание кита странные одежки вот это все пусть будет странные одежки сказал толстый человек в какой-то странной черной одежде восточные и кришнаиты ходят таких-то оранжевых там желтых балахонах этот ходит в черных балахонах но иногда по каким-то там праздником он тоже одевает странную белую там или какую-то еще там пастельного цвета балахоны вы чем отличаетесь вас у вас у всех странные одежды к русскому это не имеет никакого отношения вообще никакого и крест на твоем пузе тоже к христу не имеет никакого отношения христос не говорил возьмите крест меня там прибейте гвоздями и носите это на шее не было такого все люди придумали что ты говоришь то ерунду иисуса надо выгнать для того чтобы выгнать иисуса из сердец европейцев где-то кто-то придумал может быть пентагоне может быть в ленгли кто-то придумал начниное язычество чтобы молились один уверили в вальхалу но это уже идиотизм вот первый пост был про мудрость про про ум да про дураков андрей ну ты дурак нет то что ты сказал было создано до того как появилась христианство то язычество те боги которые ты сейчас говоришь они были до того как иудеи написали свои книжки какой ленгли какое там сша блин ну ты чё а а ну вообще-то если он считает своих зрителей за дураков ну тогда можно можно сказать все что угодно да значит придумано вот это вот индуистская система кришнаицкая это все рукотворные интеллектуально новосозданные такие конструкты имеющие целью действовать как оружие массового поражения на психической войне вот что я вам скажу об этом явлении это что я вам сказал я в этом уверен на 145 процентов на 145 процентов этот человек уверен европейцев уверен в своей глупости но ну ну как так вот если есть пирог да он состоит из ста процентов пирог это сто процентов но он утверждает что это не не один пирог а пирог еще 45 процентов еще полтора пирога ну я не знаю в каких еще словах это выразить не не бывает сто сорок пять процентов андрей ты школу же ходил или ты для дураков говоришь которые сто сорок пять процентов поймут что ну да сто процентов это еще мало от 130 140 145 процент это прям истина то есть дурак уверен своей дурости на сто сорок пять или на может на сто пятьдесят процентов но ты же только что про про мудрость говорил но где эта мудрость но даже про ну чисто математика наука не бывает сто сорока пяти процентов почему ты дурак ты все свое выступление просто но в конце просто смыл вот это в унитаз что кришнаица придумано в америке ладно я покидаю вас любви и свете единого творца верующие думайте что вам говорят о чем вам говорят пока